Это просто жесть! Что происходит с Майнкрафтом? Как вы думаете, сколько лет прошло? От Майнкрафта просто ничего не осталось. Один песок. Ребята, короче, сейчас мы с вами отправимся в Майнкрафт через 100 лет, потом через 1000 и так далее. Ну а сейчас давайте для начала просто создадим обыкновенный мир Майнкрафт. Ох, ребята, мы заспавнились в таком мире сразу с дорожка. Прямо-таки без задеретки. Так, ребята, я придумал, давайте его напугаем. Неплохо, неплохо. Ох, это че, это кто там? А-а-а, скрипер это ты? Привет, ты скрипер? А что-то тут за деревьем прячься, что-то хотел сделать. Я думал тебя по фану, короче, напугать просто вот, но что-то это не сложилось у нас. Ладно, слушай, тут ты тоже создал мир сейчас и появился около этой деревни вот здесь, да? Да, как-то очень странно. Подожди, мы вроде бы... Слушай, ну у меня к слову есть, да, у меня к слову есть лопата и стейки. И это очень хорошо, потому что я могу... Не плохо для начала, потому что у меня есть алмазный меч, да, и тоже стейки эти тоже могу выдать. Хорошо, не, не надо мне в свою эту куриные стейки, мне вот это вот говяжий нравится. Короче. Окей, короче, смотри, мы заспавнили с тобой прямо-таки в деревне жителей. Кстати, так у дозавра неплохой деревне. Да, слушай, деревня достаточно неплохая и главное то, что она уникальная, потому что она находится... А, помогите, помогите мне, помогите. Чё, кто? Житель, житель? Это кто? Это кто? Где он? Где, где, где? А где он? Где он просит? Житель, это ты? Глент, стой, 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 иди сюда. Я нашел, кажется. Там какой-то чувак в подвале, смотри, он застрял походу. Привет, как тебе помочь-то? Привет, житель. Я здесь застрял, помогите мне вылезти. Блин, как тебе помочь-то? А у тебя есть удочка-то, или ещё не такой, я просто хозырельно, какому помочь? Короче, знаешь, что я предлагаю? Я предлагаю просто взять, накопать блоков, закрыть его там, и никто о нём никогда не вспомни. Нет, подожди, не стойте, я вам расскажу большой секрет. Да, секрет, давай быстрее, говори тогда секрет, пока этот совсем много блоков. Вали свою жопку, давай к жителю, давай скорее. Ты ещё соцсекрет нам расскажешь? Пойдём, 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 пойдём. Ну, житель, что за секрет-то рассказывал нам? Что за секрет, рассказывай нам быстро? Короче, я здесь недалеко спрятал клад, заклад, вот. Если вы его найдёте, то это будет очень хорошо. Да, я вам скажу, где он находится, если вы меня спасёте. Ладно, хорошо, а как его спасти? Это очень прикольно, но... Слушай, а тебе, может быть, мы тебя просто лайков отсыпем, и ты это нам расскажешь? Такой, хорошая идея. А если ещё и комментарии в подписчики напишут, то будет вообще очень круто. Да, ребят, кстати, вот тут, вот тут комменты ваши. Если вы хотите попасть в следующий видос, как вот эти ребята, то вам нужно обязательно написать любой коммент, например, напишите просто, какой у вас любимый овощ. По примеру, мне, например, не нравится помидор, мне помидор на раз пшеничка, это не овощ. Короче, ребята, напишите и лайк поставьте, потому что если не поставите лайк, то ну всё, возможно, не попадёте в видос. Вот, ну и ради жителя тоже, конечно, обязательно лайк влепите, вот. Просто влепите лайк ради жителей. Так, короче, рассказывай нам, Носатый, где находится твой секретный клад, посмотри на меня, посмотри. Так, ну, знаете что, вам необходимо взглянуть на большую картину, которая висит прямо-таки рядом с ходом. На большую картину. Слушай, ну мы вообще сюда пришли, смотреть за тем, как мир развивается, да? Ну да, знаешь, какой-то очень развитый мир здесь в Майнкрафте, вот такая картина, тут стрелочки прямо. Ага, у него здесь какой-то клад, значит, спрятан. Я понял, я понял, где это, я понял, пойдём, пойдём, пойдём. Окей, где это может быть? Я видел ту штуковину наверху, вот где-то вот здесь вот она была. Если ты видел, ты же только что мир создался, сказал. А я уже здесь немного побегал, это было вообще просто жесть. А, окей, тогда ладно, тогда ладно. Тут была какая-то красная точечка, где-то вот здесь прям под кустиком была спрятана. Хмм. Так, жители, вы случайно здесь не видели никаких кладов? Нет, 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 нет. Что-то спрятаны были. Странно, странно, видимо, это какой-то особенный житель. Так, хорошо, где-то здесь было, где-то, где-то. Ну, может быть, где-то тут, блин. Дядь, давайте вместе искать клад жителя. О, смотри. Ничего себе, реально отмечено. Классно. Открывай клад. Так, ну чё, хорошо, что у меня есть лопата. Ой, чё это такое? Смотри. Ого, это всё моё. Кристаллы, камень, тайт. Всё моё, всё моё. Так, вот тайт, пожалуйста, мне верни. На, ладно, на. Короче. Спасибо. У меня есть камень и кристаллы. Сет алмазной брони есть, фулл сет. Ну, знаешь чё? Прикольно. Их можно спамнить? Их нельзя спамнить, блин. Блин, жалко. Ну, знаешь чё? Я ради того, чтобы тебя позлить, просто сделаю вот такую вот яму, огромную гигантскую яму и выкину туда всё то, что я добыл следовательно алмазной брони. Чё? Зачем мы вообще сюда прижимали? Чёрт. Подожди. Мы не должны забывать о нашей главной цели прихода в этот мир. Смотреть за его развитием. А мы уже просто стоим, блин, тут что-то разговариваем. И мы тут же не пять слушаем. И вот побыли в этом мире. Интересно. Что с ним случится через, там, например, сто лет? Давай здесь по-выживаю, по-развиваемся сто лет. И посмотрим, что с ним случится. Реально, давай. Короче, ребят, я вам предлагаю так. Так, мы сейчас поставим запись на паузу, а когда пройдёт там сто лет, майнкрафтовских сто лет, да, мы промотаем там видос, возможно, и тогда, ребят, мы продолжим нашу запись видео, и вы увидите, что случится с этим миром. А пока вы нас ждёте, ставьте этому видосику лайк. И что же, ребята, мы, короче, просидели здесь сколько? Тысячу лет, по-моему, в майнкрафтовских. Целую тысячу лет в майнкрафте, ребята. Вы прикиньте, как это было долго. Но смотрите, что произошло с этой деревней за всё это время. Во-первых, она стала мега-нанотехнологичной, экологичной. Посмотрите, какая она чертовски красивая стала. Ребят, короче, тут всю траву заменили на шерсть, видать, для того, чтобы, ну, более экологично было, чтобы там, ну, меньше зеви, меньше грязи. Меньше грязи, всё очень чистенько, экологично. Посмотрите, какие дорожки, тут какая-то дичь произошла. Посмотрите, что тут сделали. Видать, жителям так легче наблюдать за своими семенами, которые ручку, она сама здесь собирается, добывается всё само автоматизировано. Смотрите, какая здесь система автоматизации, какой-то шар посередине стоит. И, видать, он как-то, ну, воздействует на работу этих. Видите, морковка здесь валяется. Ребят, всё это не просто так. Всё это жители придумали, продумали и оптимизировали. Жители очень развились, на самом деле, в майнкрафте, по-моему, они сейчас у меня нескольких игроков строили. Реально стали всяких нубиков там и так далее. Посмотрите, какие они построили небоскрёбы. Это они всё реально сделали сами. Это просто жесть, ребята. Да-да-да. И знаешь чё? Я, кстати, забыл сказать то, что, ну, вне записи, когда мы не записывали видос, к нам подошёл житель и сказал то, что близится какой-то капец просто. Чё? Ну, типа, дальше-дальше у них по прогнозам. Они зачем отстраивают эту деревню? Потому что на них нападают какие-то непонятные мобы, криперы, инопланетяне и так далее. Потому что, ребят, прошло уже сколько? Ну, тысячи лет, и уже инопланетянин наверняка знают о произведении. Фреш, 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 фреш. Посмотри, посмотри. Видишь, у них специально даже купол есть вокруг всей деревни. Весь такой огромный стеклянный купол. Это реально очень круто. Я думаю, что это их всё-таки спасёт от всяких инопланетян. Слушай, ну я тоже на это надеюсь, реально. Я реально на это надеюсь, на то, что... Я не знаю. Нужно ещё как минимум здесь сто тысяч лет провести, чтобы это узнать. Да, ребят, короче. Знаете чё, мы, конечно, тут ещё побегаем, посмотрим, как-нибудь Майнкрафт отмотаем. Вау. Круто. И по Майнкрафтерским годам посмотрим, что здесь будет через... Нет, ребят, посмотрите. Вот просто посмотрите на эти небоскрёбы. Здесь можно везде походить, подняться, короче. Гляньте, какие небоскрёбы они стали строить. Вау, слушай, они реально красиво. Типа мамок заваливаются такие необычные, короче. Да, да, да. А интересно, он так не развалится вообще, они продумали? Всё, наверное, я надеюсь. Я не знаю, но, по-моему, он уже здесь только лет... Ну, сто-двести точно стоит. А, смотри, смотри, они вот тут, вот тут ещё не успели заменить всю грязь, всё вот это вот. Но они всё в процессе. Я думаю, что через сто тысяч лет с Майнкрафтом станет что-то реально очень крутое. Как минимум он станет крутое. Как минимум он станет крутое. Как ты думаешь? Я не знаю, через сколько мы ещё раз окажемся... Через сколько лет мы окажемся в Майнкрафте. Надеюсь, тут инопланетяне всё какие-нибудь не разбомбят, блин. Я очень на это надеюсь. Но мы... Мы отмотаем, да, ребят, время в Майнкрафте и посмотрим, как дальше эта деревня жителей просто разобьётся. Ну, по идее, до конца света. Давай до конца света реально досмотрим? Ну, потому что... Давай, посмотрим вообще, что произойдёт с этой деревней жителей до конца света. Через миллион, миллиард лет что-то должно произойти. По идее-то до конца света-то... Ну, конец света-то когда-то будет по-любому. Поэтому, ребят, нужно обязательно посмотреть, что будет реально в самом конце, в самом финале с этой деревней жителей. Я уж тут уже что-то горит. И, кстати говоря, у них тут железные и металлические постройки. Да, посмотрите, реально у них все деревья теперь из железа и стекла. Это очень странно. Да, они теперь зато не сгорают. И, видишь, это реально как-то помогает. Вот реально, посмотрите, дерево как бы горит, но не сгорает. Это реально очень круто. И, по-моему, это максимально экологично и современно. Да, ребят, короче, мы включим запись тогда, когда пройдёт ещё много-много-много лет. Мы не знаем сколько, может 50 тысяч, может 10 тысяч, может 100 тысяч. Короче, мы буквально через пару минут для вас это будет, но для нас это будет сотни тысяч лет. Увидимся буквально через секунду. Фреш, погляди вокруг, смотри, что происходит. Да, 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 да. Короче, ребят, уже прошло много-много-много-много лет уже, ребят, прошло. Вы просто не представляете сколько лет. Мы решили подробить запись. Один миллион лет в Майнкрафте. Что же с ним произошло? Мы на самом деле не можем в Майнкрафте отчитывать года. Тут, наверное, 100 тысяч прошло лет, а может быть я 10 тысяч. Я не знаю, но было реально очень долго. Серьёзно, мы уже успели, старец, посмотреть на Фреш, как он старенький стал. Вот, гляньте на него. Да, ребят, я старичок. Короче, ребят, смотрите, все мои худшие прогнозы сбылись. Получается, этот небоскреб разваливается почему-то, потому что у него ненадежный фундамент. Гляньте, он реально начал рушиться прямо по кусочкам. Сначала вон тот верхний кусочек отвалился, потом начали нижние падать, всё начало рушиться, всё, ребята. Самое главное то, что здесь всё мигает, и походу вот как раз таки инопланетяне какие-то атакуются. Да, смотри, там молния, подойди поближе. Фреш, давай поближе подойдём. Посмотрим, что там. Слушай, я боюсь, честно говоря, поближе подходить. Так, давай, я буду с тобой надеживать. Мы просто тут пресса, блин, просто очевидцы. И мы ничего. Ах, нет, ты посмотри, просто всё уничтожено, всё горит. Так, а как же здесь пройти? Так, 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 там Фрис в самом центре, там походу бьёт молния. Прямо в колодец глянь. В этот высокий наночный колодец. Опять дождь пошёл. Ахренеть, ребята, это просто жесть. Короче, ребят, кажись мы в самом пекле, в самом разгаре апокалипсиса в этой деревне. Но, ребят, ничего страшного. Я надеюсь, мы выжимем. Ну, даже если мы не выжимем, мы всё равно заспаунимся. И будем смотреть, наблюдать, что ещё происходит в этой деревне. Потому что вам нет. Пытаться как-то развиваться, вообще смотреть, что там происходит. Потому что мне очень интересно, что с ней будет дальше. Да, и вообще мы наблюдаем это не за деревней, а за всем миром, реально. Потому что тут, ну, в мире какой-то пипец вообще происходит. Кошмар. Просто всё разрушено, посмотри. Я не понимаю, как эти небоскрёбы здесь вообще ещё держатся. Всё разрушено. Я тоже не понимаю. Слушай, давай подальше от небоскрёбы отойдём, а то они упадут. Слушай, а вдруг оно реально всё грохнется и прямо на нас. Да ну их нафиг. Так, вот сюда пойдём. И слушайте, я, слушай, я тебе предлагаю включить, подрубить запись уже тогда, когда будет по факту... Конец света. Потому что нас тогда житель, видать, не зря предупреждал то, что у нас будет конец света. И по факту мы включим запись тогда, когда уже здесь всё закончится, всё прольётся. Я не знаю, сколько лет пройдёт. Слушай, а если спустя там миллиард лет, я не знаю, триллион, а если просто ничего не останется в Майнкрафте? Просто ничего не будет. Слушай, а ведь реально такое возможно, потому что всё может уничтожиться, может... Мы вообще можем такой не предугадать, что может как-нибудь цунами палиться, вообще может... Всё, что угодно. Блин, Коль, ну хорошо, хорошо. Ребят, короче, мы включим запись через максимальное количество просто... Мы просто будем долго-долго ждать, отмотаем время и так далее. И вы, ребята, увидите, что будет. Это просто жесть. Что будет с миром. Это просто жесть, ребята. Да, ребята, буквально через секунду мы с вами увидимся и посмотрим, что же случилось с миром Майнкрафта через миллиард лет. Так, ребята, прошло очень много лет, очень-очень много лет просто. Вы не представляете, ребята, сколько лет в Майнкрафте прошло. Вот просто посмотрите на эту пустыню и подумайте, вот сколько лет прошло. Вот реально, вот просто от Майнкрафта ничего не осталось. Один песок, просто песок. Ребят, привычный нам мир просто уничтожился, настало глобальное потепление за это время. Инопланетяне уже ушли, даже инопланетяне все вымерли. И знаете, что, ребята, самое прекрасное, самое прекрасное то, что на этой пустыне стала зарождаться новая какая-то цивилизация. Вот я тут вижу какие-то поселки, но я не вижу здесь ни одного жителя, к сожалению. Ни одного уже, кстати, я здесь видел где-то криперов, какие-то криперы здесь бегали, глянь. Только они уже новые, совершенно новые ребята. Гляньте, они как земля или типа того, я хз, но это совершенно новая жизнь. Какой-то песочный крипер. Новые криперы. Короче, ребят, короче, в этом мире зарождается абсолютно новая жизнь, в вымершем мире. И я надеюсь, что этот мир станет опять что-ли развиваться, что-нибудь здесь настанет. И я бы, конечно, ребят, записал бы еще один видос про то, что будет с этим миром уже через миллион лет. Нет, но если вы захотите и поставите этому ролику лайк, конечно, да, то мы, возможно, запишем новое видео. Если вы захотите и напишите об этом в комментариях. Если вы не захотите, то мы не будем записывать. Поэтому, ребят, обязательно, ну, проверьте лайк на этом видосе, если его нет, то поставьте. А также напишите комментарии, что хотите. Чем больше комментариев вы напишите, тем вообще будет лучше. И подписывайтесь на канал, чтобы новые ролики не пропустить. Мы даже в креативе, мы даже в креативе находимся, что просто не смогли выжить. То, что тут вообще такой апокалипсис был, мы решили это не снять. Здесь просто нельзя, если ты включишь, короче, просто выживание, то ты сразу сгоришь, потому что здесь адское пекло. Ребят, это просто жесть. Ребят, тут просто так жёстко солнце печёт, это пипец, короче, какой-то. Ладно, ребят, в общем-то, кликайте по видосикам, которые сейчас есть на экране. Обязательно подписывайтесь на наш канал. И знаешь чё, я подожду, пока наши ребята кликнут по видосику. Я стою сейчас пишут. Да-да-да-да, просто подождём, пока не кликнут по видосику, который прямо на экране появился. Ну и чё, не кликайте, это кликайте быстро. И на колокольчик жми. Ребят, обязательно кликайте именно по тем видосам, которые на экране. Всё, ребята, всем пока. Всем удачи, ребята. Всем пока.